приветствую вас на канале нейроведьмы не знаю какое у вас сейчас время суток потому что кто-то смотрит меня утром кто-то вечером да кто-то вместе с нейроведьмой пьет свой кофе до чай что-то полезное возможно для здоровья далее не очень просто для радости в жизни вот я знаете уже смирилась с тем что вы под меня там пьете кофе там курите сигаретки да что-то кто-то кушает на свои прянички пончики да кто-то там по пешечка свои действительно могу на данный момент являться для некоторых развлекательным контентом да кто-то не засыпает пока не посмотрит расклад от нейроведьмой тоже знаете с такой момент ответственности думаю ну вот не вышел расклад а девушка сейчас мучается от бессонницы все заснуть не может потому что привыкла засыпать просто я читаю то что вы мне пишите в личные сообщения безусловно я стараюсь давать обратную связь конечно ну естественно кому могу да и меня там улыбает иногда прям ваше творчество когда вы мне там рисуете бывает да что-то присылаете ну то есть если вас вдохновляет канал нейроведьма и на самом деле личность персонажа альтер-эго до моего можно так сказать но это отлично но мне это приятно на самом деле очень вот спасибо от нас мира ведьмой вам сегодняшняя тема раскладана очень интересная потому что она касается будущего вы знаете это наверное еще одна при нелюбимая тема потому что я не люблю разговор с его душой потому что там душе кот наплакал и я не очень люблю разговоры о будущем да и если вы мне внимательно слушайте наверное помните почему именно по той причине напомню если кто-то там не слышал моего личного мнения потому что я считаю что будущее вариативно она меняется буквально там каждую секунду времени зависимости от обстоятельств есть конечно судьбоносные моменты которые необходимы произойти необходимо до чтобы они с вами произошли потому что с точки зрения высших сил вы сильно очень куда-то пошли не туда дам его значит через эти события возвращают на ваш путь где-то судьбоносные знакомства до кармические какие-то сцепки прости господи ретроградный меркурий может нахлобучить вот но я сильно конечно не буду вдаваться в подробности потому что я не астролог вы методы астрологом называете благодарю за доверие нет я абсолютно не астролог я как бы так же как вы пользуюсь услугами специалисты до банды и астрология там банту там короче куча различных истории я и все для себя примеряю да если мне нравится что туда я иду с этими знаниями по жизни дальше если мне не нравится просто отсекаем его нет это очень не про меня все у меня все нам только лучше лучше какая-то такая история хотя безусловно в ней много детства и мало ответственности но я же не буду применять абсолютно все что про меня тут говорят да и вам понимаете искренне советую не приму не примеряйте на себя а то что вам не нравится то что вам не симпатично и все понимаю что есть кармической уроки которые необходимо проработать да у нас есть периоды когда нам катастрофически в жизни не везет на вы поймите что нам все время надо все проходит до пройдет а это и если уж вы сейчас не в очень хорошем состоянии энергетическом может быть это не очень хорошее состояние здоровья не очень хорошее состояние ваш личной жизни вы же поймите что все пройдет пройдет и это не может бесконечно дождь идти понимаете значит всех смоет чертова матери солнце обязательно будет вот что-то я знаете такая прям капитан очевидно сегодня да такие энергии нейро ведьмы я честно говоря настраиваюсь на благоприятный свод событий вот поэтому будущее буду просматривать знаете без наверное глубокого погружения да не хочется мне честно говоря никого прям с головой окунать вот посмотрим причины следственной связи безусловно посмотрим определенную точку отправления да кто-то называет реперная точка вот кто-то называет . сборки мы посмотрим обязательно в каких энергиях вы находитесь сейчас да и соответственно причины следственной связи тоже будет происходить в будущем может кто-то выйдет из зависимых отношений аллилуйя если это произойдет потому что мне кажется что это наша знаете такая сами миссия выходить из этих зависимостей прорабатывать их да не сталкиваться и помогать другим людям тоже выходить до искать другую дверку все-таки до пытаться как-то по-другому выстраивать свое личное пространство да и жизни качество жизни уровень жизни повышать ладно наболтала наверное все что хотела а еще такой знаете небольшой бонус вы же знаете что есть любимая колода правда который называю колода деда изначально я подарила ее администратору канала за его труды ну честно говоря не совсем-то изначально за труды потому что мне нужно было приобщить его к этой системе чтобы мы с ними говорили на понятном языке я уже просто говорил об этом кто не знает повторю но колода называется 300 тейлз прекрасный художник джеймс слушайте опять забыла фамилию хотела сейчас прям посмотреть потому что он периодически ставить ставит автографы а нифига короче джеймс для вас вот это прекрасная колода бьет раз бьетка короче как-то так англичане нас англичане ирландец рисовал путь короля кстати второго здесь кому интересно хочу на все хочу и приобрести мне не попадается ну ладно окей поболтали на эту тему в общем на канале нейро ведьма лайф в плейлисте там где я делаю обзоры колод авторский да и соответственно авторские трактовки не так давно с большими техническими сложностями знаю вы не представляете как сложно было почему-то загрузить именно этот расклад простите расклад обзор на колоду но все таки все таки вышел обзор я считаю что она один из лучших все таки в моей коллекции вот никоим образом это не про то что я хочу себя похвалить он просто получился очень классный очень подробный и я думаю что вы полюбите эту редкую колоду так же как полюбила и выпаду ее я безусловно конечно я ее отжала у деда вот поэтому это теперь на мой полноценный инструмент хотя периодически конечно будут пытается качать права но мы-то знаем девочки там это все знает вот кто в доме хозяин ладно а то и сейчас я вам конечно тут наболтаю до секреты чуть не сказала гадкое слово дрессировки но не буду конечно не нет нет никакого образом то еще не про меня я проработала пятнадцатый на все хорошо вот и спасибо всем тем кто финансово поддерживает каналы и опять же моей спонсорской тусовки да то есть мне очень приятно что когда вы мне даете обратную связь что вы все-таки смотрите эти закрытые видео которые я для вас вы делаю его даже когда мне совсем энергии там не хватает я все равно делаю и это дает энергии кстати безусловно вот мне даже интересно было поболтать с тарологами вот вы когда расклады делаете вам это дает энергию или энергию отнимает такая знаете тоже негласная тема болталки нас получается про энергию вот видимо про энергии то мы будем с вами говорить первый зеленый второй оранжевый третий полосатый закрепленный комментарий подойти видео даст понимание тайм-кода камешки не меняю а поэтому потому что для кого-то это реально сериал который вы прям заточили на определенный камешек а кто-то вот просто интуитивно выбирает и сегодня зеленый там завтра оранжевый послезавтра полосатый наоборот здесь нет единого способа почему уделяю этому так много внимания потому что каждый раз вы спрашиваете ровно одно и то же как будто я несу ответственность за тот камешек который вы выберете дорогие мои не несу я ответственность за тот камешек который вы выберете все настроилась и так зелененький вы мои зелененький он был да знаете меня изначально вообще скажу сразу у меня нет задачи просматривать ваши отношения потому что многие будут смотреть как а я сейчас посмотрю чтобы нейро ведьма мне сказала что в будущем мы были с ним вместе и естественно будете ловить исключительно эту информацию и что-то значит мне тут витает в воздухе что многие будут смотреть именно вот по этой позиции но дорогие мои у меня нет желания сейчас ковыряться ваших отношениях потому что не далее как вчера позавчера я расковыряла все что можно было расковырять да как бы сидите пока пересматривайте если не произошли инсайты или может быть просто не ваша ситуация да сейчас потому что как бы на отношения мы с вами копнули достаточно глубоко поэтому давайте поможем нашему энергетическому фону восстановиться да и воспринять информацию поэтому сегодня не про отношения перебор будет хорошо давайте мы посмотрим в каких точках вы сейчас находитесь с точки зрения высших сил спали лишь бы ваша лень это не выползли потому что я уже буду не знать как их трактовать если сейчас в инфополе они выползут придут на водопой не хочу чтоб приходили так что ребята вы конечно классные нарциссы и прочие цветочки ботанического сада единичек но давайте не в этот раз в этот раз дискотека не для вас разворачиваемся уходим на дверь там о чем же интересно мы с вами с вами будем говорить да в чем же заключается сейчас очень важное для вас состояние который формирует события будущего чем заключается чем важное для состояния и так первая карта о чем нам говорит ой да что же такое опять происходит но почему первая карта не падает влюбленный я сейчас прям издам громкий звук знаете рык льва так ну ладно если уж вы тут хотите мне прям совсем как бы все подобломать и заставить мне говорить про ваши отношения фиг там потому что я сейчас беру тени вуэйта а он нам сейчас раскроет вообще ваш вот этот выбор который все ли вы не можете сделать но смотрите есть ощущение что вас завязаны глаза вот я буду трактовать а этот аркан не опираясь абсолютно на энергию противоположного пола вот хоть убейте потому что мы будем трактовать с точки зрения выбора до наличия выбора может быть вас сейчас на данный момент притягивает какая-то ситуация какое-то событие там не знаю новый проект новое знакомство но а в контексте именно притяжение да когда это максимальный уровень доверия до чтобы в свое поле что-то притянуть что-то важное ну кого-то безусловно конечно же партнеры он сразу нам вылез ну как вылез так собственно и залезет давайте с чем связано отсутствие выбора да то есть от вашего выбора девчоночки мои там мальчишки и также их родители кто по первому варианту смотрит будет зависеть ваше будущее вот как ни крути и это вам показывать сейчас пространство до от того что вы выберете будет зависеть ваше будущее с чем связан этот выбор слушайте ну понятно что по большей части меня будут смотреть сейчас девочки потому что мне сразу показывают женскую энергию до женщину которая тут сеет семена но по-моему эти семена какие-то достаточно темные вот потому что тема сгущается над средиземьем и здесь смотрите женщина почему-то мне показалось у нас уязвленным самолюбием у нее есть ощущение что кто-то не признает ее ценность но этот кто-то это она сама досмотрите здесь есть такое понятие как токсичная императрица в нее может входить понятие я же мать да это женщина который через чур и заводится например о своем ребенке не давая ему самостоятельности определенной да или там считая что в угоду своему ребенку она там уже значит негативно относиться к окружающему миру такой формат да я же мать и дальше это может быть я же жена женщина который будет выпячивать то что она допустим воспитывать своего мужа или она идеальная жена да то есть а этот момент утрирования смотрите это момент утрирования возможно даже навязывание своего мнения да то есть было бы офигенно если бы были как бы все такие как я но нет да но нет посмотрите да сколько здесь внутреннего ощущения превосходства это я слушайте недавно короче не скажу источник потому что это будет считаться реклама в общем я тут состою на одном форуме где обсуждается традиционные методы там допустим там терапии да там адекватные кита магических адекватные ключевое да и вот это все мракобесие так вот я же говорю что венточность которая основана на слепом поклонении а партнер противоположного пола в частности мужчине да то есть искаженная самое главное да там торсуновская прочее понимание вет а она очень коммерческая сама по себе да и она рассчитана как раз на людей с очень нестабильно расшатанной психикой да на прекрасные девочки которые могут быть жертвами абьюза да а поскольку понимаете если есть такой внутренний механизм жертвы то мы будем встречать ситуации которые будут как нам транслировать что к сожалению мы жертвы вот это вот вся история коммерческой ведичности она транслирует вот этот понимание жертвы сейчас объясню почему говорю может быть вы в это заигрались несколько понимаете потому что вы в своей императрице реально жертвите вот но а из связи с тем что вы не чувствуете опору на себя в своей императрице она вас знаете такая нестабильная то есть вот эти вот энергии женственности нестабильный и вывод прям знать отчаянно пытаетесь быть женственной потому что у вас очень странные представления понимаете о себе о мире в целом да это что-то из серии а я бы хотела конечно быть женщиной воины да но в этом случае на меня там не посмотрят мужчины потому что я начинаю с ними соревноваться ну к примеру говорю да или например а я там вешу там 85 килограмм не нужно срочно похудеть для того чтобы что там создать семью для того чтобы привлечь на мужчину свою жизнь там или что-то еще нам или у меня не получается заработать нужную мне сумму денег потому что я там недостойно а там допустим деньги там даются каким-то другим хорошим девочкам я по ну короче вот какая-то фигня понимаете в голове и вот вот эта фигня вот эти негативные установки по поводу собственной вот этой природы при этом это очень заточена с тем что вы девочка вот сто процентов могу сказать потому что я понимаю что по первому варианту еще и мужчины могут смотреть пожалуйста если мужчина смотрите пропустите информацию потому что я сейчас даю конкретно для девочек для девочек женщин бабушек которые не могут смотреть это говорит о том что ваши неправильные установки как раз формирует ваше будущее до будущего мы пока не прикасаемся хорошо давайте смотреть что на другой чаши весов на одной а токсичное доказывание смотреть на серафон токсичный да то есть вы считаете что есть ваше мнение есть неправильно что реально навязывать свою картину мира хорошо что с другой стороны то есть вы всегда выбираете какой вам быть вот вот этот выбор который я вам показываю он неправильный для вас потому что вы слишком заигрались в какие-то дурацкие традиции которые вообще не ваши для вас не работает сейчас если я увижу там какой-нибудь рок-звезду я прям выдохну потому что я пойму происходящее с вами ничего на другой чаши весов а на другой чаши весов смотрите видимо опять же теневые аспекты четверка жезлов здесь у нас перевернутая но мы уже помним да что как бы я смотрю сейчас теневые аспекты вот по уэйту и четверка жезлов перевернутой как бы нам говорит о том что не хотите то вы вообще никаких традиций не хотите вы никаких традиций может быть по традиционная модель семьи не для вас или традиционная модель ведения бизнеса или например вам не нравится то как живут в вашей семье вашему роду и вы бы не хотели так но почему-то вам кажется что вы вынуждены повторять сценарий там мамы там про бабушки по женской линии там что-то по мужской линии понимаете цикличные события могут быть связаны опять же с выбором партнеров но партнеров я не хочу касаться поняла девочки тут кстати у многих могут быть проблемы с личной жизнью именно по той причине что попадается слабый мужчина либо если вы долгое время живете с мужчиной в отношениях да он на вашем фоне реально слабее и вот тут вот либо соответственно яйца это отстегивать простите мой французские да и играть в то кем вы не являетесь потому что у вас есть определенные установки до что если соответственно я слабая женщина рядом со мной автоматически сильный мужчина вот но вы в эту слабую женщину реально можете заигрываться сильный мужчина видит вас либо жертву и тогда у нас начинается абьюз ну такой знаете вот как обратная связь либо как бы вы ему не интересны потому что начинаете заигрываться слабую девочку ходить в инфантильность маленькую девочку понимаете вот вот тут вот такой краеугольный камень почему они можете построить нормальные грамотные отношения здоровые да потому что вы скатываетесь в крайности по первому варианту вот у вас нет полутонов если бы черная либо белая а на другой чаши весов желание соревноваться с мужчиной и все-таки доказывать и показывать свою самодостаточность но вам говорят но слышно вот и самодостаточно да тебе это счастье принесло ли ты там готовы свои там 54 года встретить исключительно с кошками там и домашним вином понимаете и вы сейчас избавляетесь от иллюзий и это прекрасно потому что эти иллюзии говорят о том что вас неправильно абсолютно да а представление о себе неправильные и ваши они вам некомфортно в этом в этот вы страдаете вот этого теряете энергию страдаете как фигнёй не говорите себе в зеркало все что на самом деле о себе думаете понимаете а это надо такое знаете такой даже инструмент очень хороший периодически в зеркало говорить все что о себе душ хорошо ладно что еще у нас какие реперные . это сейчас в нашей жизни присутствует с чем связан очень хочется то вам в гости отправиться да потому что чемоданное настроение по тройке жезлов очень хочется расширяться но при этом воздерживает ваше токсичное пространство и ваше возможно токсичное партнерство опять же неправильное представление о себе это вот знаете сейчас расскажу как проигрывается это абсолютно не клиентская история поэтому дорогие мои там психологи психотерапевты если вы не смотрите да и потом будете мне писать в комментарии что я упоминаю клиентские истории нет конечно у меня все нормально с этикой это собирательный образ и вот этот собирательный образ как раз говорит о том что обратите внимание опять же о чем здесь о том что мы хотим себе позволить то что на данный момент позволить не можем но позволить не можем как раз из-за своих вот этих негативных установок это вот мое любимое да когда девушки говорят о том что если я буду зарабатывать денег на деньги да больше чем мой мужчина зачем же мне мужчина и они в панике потому что ну а когда то есть определенные у нас установки которые навязаны там нашими родителями нашим родом там нашими традициями и как бы быть самостоятельно и зарабатывать больше денег это почему-то в нашем обществе автоматически считается унижать мужчину да вот тут прям такая очень странная установка и за счет того что вы не хотите быть либо круче чем мужчина в частности либо ваш мужчина мы все прям блокируйся вы себя блокируете или что-то ждете опять в море погоды непонятно сейчас посмотрю чем связан тройка жезлов вообще расширяться необходимо и для того чтобы это расширение произошло мы с вами будем смотреть что же с этим можно сделать сейчас на данный момент до ситуацию переломить свою пользу а вам страшно смотреть сразу нас выпадает девятка мечей но при этом есть ощущение что вы кайфуете своего страха то здесь есть желание идти в свой страх смотреть и сейчас расскажу что происходит смотрите есть такая штука как страх успеха да и заслуживание то есть нам нужно если взять новую высоту мы должны заслужить до или допустим чем-то пожертвовать то есть а вам кажется что для того чтобы взять новую высоту новый проект зарабатывать больше денег до идти в новое будущее переехать в новую страну начать отношения с мужчиной который реально будет вас ценить любить и уважать и носить на руках вы должны чем-то пожертвовать чем-то отказаться или придумать себе миллион отговора почему же вы этого не достойны понимаете а здесь как расстройка жезлов говорит о достойно ты у тебя просто таркань дискотеки 5 главе потому что на самом деле чего мне хватает вам не хватает поддержки одобрения вот обратите внимание да а девятка мечей это же страхи в голове в первую очередь и здесь вы человек оглядывается потому что на самом деле ему нужно а чтобы ему сказали что слушай ну чё эти страхи это твои да вот там моя рука летом если тебя сложно как бы позвони мне да я помогу вы тут понимаете этой помощи со стороны это катастрофически не хватает и как бы в этом то возникает а понимаете ну вот наличие то вот это выбора да по шестому аркану а поскольку вы уже привыкли сама всю да ну то есть уж не умеете делегировать вы не умеете принимать заботу может быть вы бы хотели и там сейчас просто пальцы в кровь сотройте будете писать мне комментарии что а где они они да где они эти все сильные мужики я там устала я хочу там сильное плечо но понимаете вот эта картина события по первому варианту мне вообще показываю что вы не хотите сильное плечо вам просто лишний раз нужно убедиться в том что вы правы понимаете обгажусь но буду права тут понимаете вашей прошивки вот на данный момент сильное плечо не предусмотрен потому что здесь такая знаете перфекционист и такая птица феникс потому что ну в чем на самом деле проклятие феникса да в том чтобы воскреснуть сюда ей возродиться и светлые нужно сгореть и нужно себя уничтожить и вот тут вот наши любимые когда мы себя уничтожаем для того чтобы почувствовать ценность из-за того что мы сами себя собрали да по кирпичикам это вот мои любимые девочки серия сама да я сама там купила квартиру я сама купила машину я сама у меня есть за что уважать при этом знаете у этих девочек такая черная зависть по отношению к тем которым все дано ну как который мужчина дает или родители дают или там деньги они легче зарабатывают дали как-то живут и не париться потому что вот эти вот легкие деньги это же как растеневая сторона это то что мы хотим да но при этом не можем себе позволить но не обязательно там легкими страх успеха еще может быть там потому что вы будете себе тормозить и говорит что я этого ничего не заслуживаю потому что когда я не заслуживаю достаточно легко себе убедить что и он если у меня этого не будет но значит и этого не заслужил да то есть мы сами себе ставим планки определенные рамки давайте что у нас еще можно поменять прямо сейчас я хочу так сказать если вы сами зарабатываете деньги не опираясь на помощь на чье-то плечо по первому варианту вам это нравится это нравится потому что дает ощущение значимости потому что посмотрите для меня вот именно в этой колоде семерка до пентаклей это во первых умение выбирать ну то есть приоритетом и расставляем но при этом смотрите в приоритетах вы выбираете не себя а свое окружение свои близкие свою семью то есть вы реально можете наступить себе на горло ради того чтобы им было хорошо вы очень хотите заботиться но при этом чтобы а эту заботу адекватно ценили потому что ну и ощущение что могли просто устать выворачиваться наизнанку потому что вы вот это своя вот эта природа до феникса вы же тащите получается в огонь и сжигаете не только себя но еще и окружающих понимаете а потом еще несете ответственность для чтобы их обратно восстановить понимаете на прежний уровень тут еще передо мной махровый манипулятор почему потому что здесь на смотрите что не проработано вот если вы реально добыча в семье например дали вас там как-то больше ресурсов но как бы вам очень хочется чтобы вас за это то ли благодарили до то ли признавали вашу там ценную значимость потому что здесь начинается игры эго ведь маг перевернутый а маг перевернутый знаете о чем говорит еще если вы просто играете в это все дайте игры разума вам же начнут схлопывать ресурсы смотрите еще вот еще какой очень интересный момент сейчас его пытаюсь его озвучить начну издалека о том что по первым первым вариантом не опять показывает что закрыты эмоции и вся вот эта ситуация с вам реально сейчас не до эмоций потому что либо под вами тот подгорает потому что нужно брать ответственность за себя за свою жизнь там за свои детей там свои поступки потому что вас показывает хороший такой мечевой ипостаси вот поэтому то вы в императрице то не проходите да это теневой аспект то есть это на самом деле не ваша вообще не ваша ровная спокойной энергии матери но вы пытаетесь казаться ею но мать во всех отношениях не только как мама по отношению к ребенку до мать по отношению к своему мужчине вы можете проявляться да там излишняя забота гиперзабота гипертрофированные и потом он просто перестает допустим там перестал видеть вас до любимую женщину то что видит мамочку а потом вы спрашиваете а чё ж такое происходит так может быть просто сами заигрались эту всю историю да потом нет я не хочу чтобы он видел во мне мамочку но при этом десять лет мы значит его значит кормим этим образом прекрасным до матери понимаете вот мать еще может проигрываться когда вы берете ответственность например за семейный бюджет но это не ваша вывод в этом на самом деле заигрались и вот эта вся история она формирует будущее еще скажу вообще какой-то события ну то есть объясняю все в чем происходящее что там дальше будет происходить еще с вами посмотрим сейчас раскрою эту тему так вот что еще хотела сказать папку в ду матери да тут про то что есть ощущение что вы жертвуете понимаете то ли эмоциями то ли собой то ли временем своим и вам очень нужно чтобы это ценили вы прям ну как с надрывом это делаете понимаете наизнанку но это не ценят люди люди вокруг потребителя а вам катастрофической прям не хватает поддержки смотрите по девятки мечей нам показывают до перевернутая четверка кубков когда в реальности не позволяйте отдыхать даже то есть вам нужно а периодически выключаться и смотреть со стороны на происходящее ну вы прям фигачите как электровеник чаще смотрите вот у вас есть определенное завершение цикла привет и у нас переворачивается колесо фортуны это такое знаете все тут закрывает вам дверку вот и мы сейчас будем смотреть какой же экзамен вы сейчас проходите потому что всегда дверку закрывает когда дает либо новую высоту либо такой же урок понимаете но у меня ощущение что вы в процессе прохождения этого урока для себя сейчас потому что у нас смотрите колесо фортуны падает не как завершение цикла полностью сейчас да на ваше настоящее у нас есть еще одна закрытая карта которая там сформулирует такой итог понимаете на настоящее то значит вы уже в процессе находитесь прохождение экзамена сейчас я посмотрю с чем связан экзамен собственно опять начинается что вы не разрешаете себя радоваться тут вот ощущение что это время урожая можно как-то расслабиться да и немножко этом его собирать все-таки до в ощущении в ощущении ценности к себе то есть почему вы требуете признание своей ценности потому что вы для себя же не видите не понятно для каких целей вы так сильно выкладываетесь да смотрите это такое время как бы почивание наверное на лаврах да здесь как бы самое главное в этом всю историю не заиграться да потому что зона комфорта вас развращает понимаете вы тут видимо останавливаетесь несколько в развитии да смотрите вам почему нельзя вот залипать в ничего не делание да сейчас наверное такой период сейчас объясню сейчас такой период определенный для вас зоны комфорта чтобы не происходило до сейчас несмотря то что вам нужна поддержка что фигачите коллектро веник для его для вас это зона комфорта вы так привыкли вот хотя мы конечно хотите одобрение хотите по-новому хотите чтобы там больше понимаете вашу жизнь пришло это вы все хотите это прекрасно что у вас есть такие намерения вы их отправляете в космос или там на другие планеты но тут смотрите какая очень интересная история обратите внимание что король жезлов здесь у нас перевернут и соответственно тройка жезлов тоже перевернутая то есть здесь у нас смотрите какой прекрасный момент если мы не надеялись на мужчину да мы себя сформировали как достаточно мощная личность мы реально можем расслабиться и позволить что-то делегировать это один момент дальше на что нужно обратить внимание на то что вам в принципе нужно постоянно держать себя в тонусе потому что вот это ощущение бездействия она приводит к тому что вы начинаете сами себе есть обратите внимание здесь у нас королева кубков вот а но она перевернутая да это абсолютно токсичная женщина вот вы реально когда страдаете фигней или там одержимы каким-то делом вы реально можете быть очень токсичная передо мной прям такой знаете женщина классический абьюзер вот смотрите токсичная императрица токсичная королева кубков вы реально можете прям токсичная быть то ли понимаете истерить то ли что-то требовать для себя да то есть в вот этом вот мы как-то сказать в ощущении ценности в эту признание своей ценности прям требуете от окружающих не цените пошла топнул топнула ножкой да там испортила всем воздух ну метафорически конечно и вот зона комфорта вас развращают потому что вы останавливаетесь понимаете здесь у нас тройка жезла пусть еще в теневых аспектах да это имитация какой-то непонятной бурной деятельности да вы очень боитесь состояния дзена и покоя потому что он постоянно нужен нужен движ но этот движ превращается просто в бд это имитация бурной деятельности когда движ ради движу но при этом этого движа нет какой-то определенной цели это вы вырабатываете энергию непонятно какую-то фигню и расходуете и это закрывает вам путь вот сама вот эта вся ситуация которая рассмотрела по первому варианту запомните пожалуйста это именно о том что вы реально страдаете фигней конечно вам кажется что это все значимая история дата я там только чая свою ценность то еще там чего-то дату попал спортзале что собственно там скорее всего да взаимозависимые вещи но при этом у нас запрет определенный да и этот запрет вы сами себе ставить то есть у нас получается запрет на формирование вашего нового счастливого будучи который ставите вы сейчас посмотрю чем связано чем у себя запрещаем так сильно вам почему-то кажется что шансы упущены сейчас посмотрю на что упущены шанса да у нас колесо фортуны приворачивается сразу же показывают двойку мечей посмотреть какая красивая в этой колоде и тут обратите внимание что у птицы завязаны глаза на реально не знаю да какой выбрать меч и при этом гнездо у нее свита именно опора как раз вот эти вот два меча да то есть вот это вот гнездо а она бы не свела понимаете если бы не было на что опираться то есть она опирается на свои запреты да то есть а вот эти запреты это как раз и говорит о том что это ваши негативные установки которые навязаны вам обществом мамой папой бабушка и так далее то есть смотрите понятно что вы будете себя за них вините говорить ой да чё почему я там живу да по сценариям чужих там людей ну пусть и близких моих я так не хочу но здесь не нужно себя винить здесь нужно понять что если бы вот этих вот запретов бы не было и негативных установок да вы бы к этой стабильности то не пришли потому что вот эти запреты этот контроль и дает понимаете вам вашу опору на себя а а вы видимо не понимаете или не видите в этом ценности что возможно у вас появляется сила воли да или вы четко понимаете каких людей к себе подпускать каких не до вас меняется пространство да то есть понятно что он токсичное по крайней мере вы выходите за токсичное пространство да вы достаточно закрытый человек то есть вот эта вся ситуация когда вы сливали сливали энергию в никуда абсолютно да возможно вы были очень компанийским человеком очень открытым человеком сейчас это приводит такой знаете внутренней интроверсии и в принципе она вполне закономерно она вам необходима для определенного выполнения определенных задач и так хорошо вот значит наше настоящее то есть мы реально можем уходить в себя да сейчас будем смотреть будущее события будущего значит у меня тоже наверно вот это внутреннее проклятие почему я не могу смотреть будущее серии там приедет напишет позвонит ой девочки там любит на белом коне учиться к вам там что-то уже из подарочком едет блин вот сколько я не пыталась делать такие расклады ну я даже четко какие такие вещи не то что не озвучиваю нет но они безусловно конечно случаются но я чувствую прям все они свои тарелки потому что мне кажется что я чуть не договариваю поэтому конечно все это сахарная история нам необходимо но так чтобы не терять до форму и тонус понимаете осознанность аж не предполагает несчастье до осознанность это предполагает что мы взрослые и мы собственно если видим лужу впереди мы ее обошли да и соответственно туфельки не замочили неосознанность говорит о том что мы прям как поросят выбрали сильнее потом еще виним лужу что она попалась в нашем пути все это философ сумасшедший по первому варианту понимаете вот чем осознанность усердает им ощущение безопасности кайфа до ощущение того что вы можем там из пространства до как бы вытаскивать то что нам нужно на самом деле осознанность а знаете она про что она про то что мы не боимся ответственности то есть она реально заставляет нам кайф потому что когда мы понимаем что мы ответственны за себя там за свои события в жизни да все что с нами происходит мы можем регулировать понимаете то есть не то что там судьба да такая что о этом я буду всю жизнь там мучиться например или там у меня не будет получаться личная жизнь да ой карма такая да ответственность как раз предполагает что я понимаю причинно-следственную связь поэтому я буду тут не косячу потому что я знаю что мне прилетит ну и соответственно я как бы сам буду выбирать те отношения которые мне нужны реально же не хватает осознанности потому что осознанность предполагает работу над собой отсутствие волшебных таблеток вот а мы не хотим я сама даже про себя знаю что мне хотелось бы об понимаете в дамке сразу то скорее всего такие прям знаете по первому варианту уроки на осознанность потому что мы же с вами помним что мы у нас то токсичный иерофант это токсичная императрица так а сейчас мы посмотрим будущее до события будущего я думаю что здесь будет попроще знаете почему потому что можно сами часто вытащили причинно-следственную связь до происходящего хотя я думаю что будет много раскладов и серия чувств этим делать дальше да почему не сказала что там в будущем ко мне тут вася вернется я же за эти пришла к тебе на расклад мира ведьми плохая нас отписываюсь бася паще не накаркали мне так ладно шутки шутками но чё нас ждет в будущем ой смотрите то есть кризис который мы сами инициировали своим настоящим вот в принципе я вам так хочу сказать вот это вот башенка она сейчас с вами происходит потому что вы же феникс да вы же феникс это но вам же нужно все взрывать на периодически все разломать все разрушить потом заново пересобрать ну вот хочется спросить на кой она вам на кой она вам заигрались в кубков из да опять кто-то видимо потоптался по вашему самолюбию она и так у вас уязвленное вы хотите значит уйти в состоянии мечевой королевы да есть сердца наверное на завтрак я таких как ты раскусываю и ем сердца на завтрак прям куда хочется войны во внутреннем хорошо с чем связана башни это будет у нас короче смотрите чем связана башня давайте так сразу крушение планов могу сказать ну пусть у нас не смущает слушайте потому что иногда а наши планы это не наши истинные желания да это навязанные желания а учитывая что вас так сильные очень установки вполне может быть что это реально крушение планов но это не ваше истинное желание вы подставы вот сто процентов могу сказать что здесь будут подставы при этом смотрите подстав можете избежать потому что показываю что вы разоблачить людей которые вам делают нехорошо шестерка жезлов перевернутой и соответственно семерка мечей но они перевернутые понимаете здесь скорее всего можно ожидать определенного праведного гнева дальше девчоночки мои смотрите с чем связано еще подстава может быть если вы ведете какие-то бизнес дела обращайте внимание пожалуйста на отношение к вам ну и собственно деньгам бумагам ваших партнеров потому что здесь у нас опять ощущение что пытается из вас выбить табуреточку это при этом смотрите подстава от очень близких людей шестерка мечей от тех кого вы считали друзьями своими близкими партнерами не знаю мужем женой детьми родственниками потому что здесь прям да какая-то грядет афера у нас на мошенничество еще по первому варианту не проработана смотрите если вы планируете переезд отъезд он а вряд ли получится потому что что-то произойдет смотрите неожиданное которое будет откладывать нам либо встречу либо поездку подписание контракта может быть на то здесь у нас будет башня поэтому если есть какие-то определенные планы вы считаете что они сбудутся при этом круп крупные достаточно планы не связаны с бизнеса с покупкой недвижимости с переездами там лечением например запланированными операциями вы как бы поймите что тут нужно расслабиться сильно не кормить туда вниманием потому что не факт что это произойдет в тот срок который вы для себя запланировали хорошо давайте дальше смотреть смотреть здесь еще обострение конфликтов события ближайшего будущего обострения конфликтов скорее всего смотрите женская сторона до женская сторона а возможно вы что вы будете женщинами воевать конфликтовать посмотрю с чем связано вас будет продавливать понимаете вас будет продали смотрите здесь сила перевернутая до в свою сторону продавливать интеллектом продавливать какая-то женщина при этом активно очень для чего для того чтобы вывести вас на эмоции смотрите и в итоге просто что вы эти эмоции скорее всего закроете я не удивлюсь если грядет прекращение общения с определенными людьми потому что эти определенные люди не очень честны по отношению к вам хорошо я щас чукошек взять наверное да и вы на самом деле это как закрываете то эмоции лавочку то свою закрываете хорошо с чем связаны слушайте вот здесь очень интересная история которая связана с давним конфликтом то есть если вы считаете что этот враг отошел на второй план нет конечно потому что здесь спит и видит как вам ударить по больному понимаете в мягкое место здесь человек просто смотрите выжидает удобный момент до чтобы на самом деле ударить но сейчас это всем пока не увенчалась успехом смотрите и для него понимаете эти события откладываются да тут вполне возможно что здесь человек мог обращаться кстати к мастеру да для просмотра ситуации вашей при этом для а просмотра вашей финансовой ситуации благо что по вот этой карте могу сказать что скорее всего а тут что-то не ну то есть пошло не так да может родовая защита мы сработало может еще что дар 2 и защиту дальше почему я говорю что женская энергетика это кстати может быть мужчина но он почему-то все равно просматривается как мечевая дама но потому что все-таки женская энергетика либо действует через кого-то до через ваших подруг например тоже такое может быть поэтому в принципе вы можете ожидать удара но поскольку я вас об этом предупреждаю то есть вы понимаете от кого можно тут что-то ожидать что на события ближайшего будущего тут больше конечно про то что разоблачение лживых друзей смотрите семерка мечей да то есть вот енот который эти мечи тут конечно больше уже и мужская энергетика может просматриваться давайте так несколько вариантов потому что меня смотрит большое количество людей о чем это да что вы узнаете вы узнаете тех недоброжелателя которые могли вставлять сам палки в колеса вам да в плане там отношений бизнеса раз 40 например с людьми до которые вот могли бы вы все это узнаете как бы вы все это поймете потому что вам прям покажет этого человека кто действительно как-то плохо к вам относится у меня вообще четкое ощущение есть что мы с вами сейчас создаем намерение на вычисление врага какого-то очень важным для нас понимаете потому что здесь кошки достаточно активные и при этом смотрите показывают вот со всех сторон что как-то подкапывает понимаете под вас что нам еще ждать то есть смотрите если будет у вас спад энергии если будут проблемы вот здесь вот слушайте говорит говорить прям не могу задыхаюсь там горловая чакра тут проблемы у нас могут быть различные вы как бы поймите что сейчас объясню что происходит может быть вы очень много говорите да и кому-то на самом деле не нравится что вы говорите я не могу сказать что вы сплетничаете я этого не вижу ну у всех по-разному да потому что ну все сплетни это такая абстрактная достаточно история да но вы действительно можете отзываться о ком-то резко и вот тут как бы будьте аккуратны потому что посмотрите короче свою щитовидку посмотрите вот эту часть помните как в детстве да на себе не показывать но а здесь вполне возможно обострение болячек там лимфоузлы да там голос возможно ангины тонзиллит ларингит и все что угодно да все что вот здесь у нас базируется возможно различные воспаления да как бы ну вылезет короче откуда не ждали поэтому обращайте внимание пожалуйста на свое здоровье тут вот смотрите в плане несправедливости что может произойти есть ощущение что выдать что-то понимаете ресурсы копили копили копеечка копеечки а а есть люди которые пытаются отобрать дальше у вас смотрите будет очень серьезный урок проработка денег и при этом будут вас очень аккуратно выводить на новый уровень но для этого реально нужно будет закрывать эмоции хочу с деньгами то нас будущем смотрите если у вас сейчас есть проблемы с деньгами вам дадут в дальнейшем просто новый источник то есть дает новое направление где вы действительно можете реализовать эти свои потребности финансовые но он мне показывает что давно бы дали но вы сами не берете смотрите то есть по справедливости по правосудию страшный суд как хотите знаете для меня в принципе просто эти как бы энергии очень родственной нам как раз показывают о том что здесь объявляется какая-то то ли кармическая душа это не всегда связано с отношениями потому что кармическая душа говорят о том что он говорит о том что в разных формах может приходить друг подруга например да там ребенок или еще что-то который будет являться вашим учителем и вот события ближайшего будущего у меня четкое ощущение что еще высшие силы вас ограждает от определенного человека он про который вы думаете хорошо на самом деле он нехороший он она не важно просто нехороший по отношению к вам дальше смотрите для кого-то вот очень интересную историю для чего все весь этот замес с точки зрения высших сил дачу почему они тут попкорна не дали не подавились еще потому что изначально а вам в настоящем вас показывает как токсичную императрицу вот а будущее говорит о том что вы как раз выходите в нормальные грамотные энергии императрица сейчас я посмотрю чем отличие для вас лично поняла смотрите а если это связано было как-то с вашими там загулами налево-направо все люди взрослые есть ощущение что вы возвращаетесь в семью по первому варианту да как будто знаете прорабатываете 15 они либо в семью там либо просто императрица наш не всегда у нас и обязательно женщина в браке да то есть вы остаетесь самодостаточно при этом остаетесь при своем остаетесь при своем потому что понимаете что сама по себе ситуация которая сейчас у вас до имеется она никак не разворачивается просто психуйте и разворачивайтесь на 180 градусов да то есть оставляете в прошлом там каких-то людей события и как бы идете дальше вот у вас прям такое хорошее обнуление да и вот если вы вот это вот все этот рюкзак понимаете который сейчас у вас есть за плечами вы подошли просто скинулись высокой скалы и да как бы аллилуйя у вас начинается новый этап жизни а вы все никак не можете распрощаться со старым у вас новая любовь посмотрите новая любовь и все собственно хорошо может быть это семья даже да потому что показывает императрицы девянка пентакли посмотреть туз пентакли это какой-то знаете момент счастья радости ощущение свободы какой-то внутренний ресурс собственно все хорошо смотрите вас прям показывает хозяйка свое пространство хозяйка свое положение ой ладно вижу ли я рядом здесь мужчину да под вопросом есть ощущение что какой-то кастинг здесь опять происходит нет смотрите есть нет и есть смотрите прям даже мужчина вам дают по первому варианту двух опять у нас выбор и чё этот соблюжуй то у нас нет вас смотрите вы будете выбирать если вы реально делать правильный выбор а вам все хорошо смотрите по императору по десятки кубков как бы вам дают хорошее стабильное будущее вы вероятно вот это вот свой этот вариант с капающей свечой как бы на рога да вы вы отсеете смотрите в эту историю скорее всего отсеете для себя хотя а она окончательно не уходит он там чё-то где-то медленно плетется но она там знаете есть ощущение что все без перспективняк поэтому я даже туда лезть не стала да то есть но никто опыта по сути не уходит но опять же никаких активные действия поэтому вы тут выбираете себя наконец-то да но при условии что там у вас есть муж если соответственно уже нет по первому варианту я могу так сказать здесь два мужчины и если вы делаете правильный выбор то вам дают нормальные адекватные отношения потому что я не вижу на вас там понимаете венцов безбрачия или что вы сидите в отшельнике вообще такой нет то что фигней страдаете то что сами себя тормозите да это видно ну знаете я так хочу сказать здесь вам конечно немножко под закрытой дороге поэтому я бы советовала ставить знаете через практиков не проглядно чтобы никто на место на вас там не пялился не делая расклада таро потому что вас смотрит активно очень да деньги ваши при этом на такое ощущение что как как бы цвет трусов понимаете чат не знаю тут кто-то прям мониторит вас активно прям противными стал прям подглядывает подглядывает ждет какой-то удачный шанс но при этом чтобы вам подгадить вот так вот у нас по единичкам вот такая история поэтому я так хочу сказать вы на будущее все-таки требуете для себя энергии справедливости потому что вам придется в будущем держать удар при этом держать удар значительный и лучше конечно изначально себя обезопасить потому что вам пространство говорит о том что ну это вся ситуация которая будет происходить на неизбежно для вас поэтому мы же с вами часть соломку-то подстелили награждите вот и так с первым скором будущем прям знаете можете удар спины получить по первому варианту уж не знаю от кого у меня ощущение что это очень похоже на магическое воздействие кстати но а это не точечное воздействие а бомбят понимаете вот и есть ощущение что она может достигнуть цели предупредила да если что двоечки я вас приветствую сейчас мы будем разбирать вашу текущую ситуацию изначально посмотрим что у нас происходит настоящим так называемые реперные . реперных называют точка отсчета до определенные . сборки на где вы сейчас находитесь часом происходит какие основные уроки сейчас в настоящем потому что может прекрасно понимаем что наше настоящее закладывает наше будущее вот мы сейчас посмотрим взаимосвязь настоящего соответственно и будущем вот 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 Субтитры сделал DimaTorzok Так, давайте Первая карта, текущий урок Может быть, который вы проходите Что вам нужно понять про свое настоящее Что у нас здесь происходит Ну, мне показывают, что все сворачиваем Все уходим, потому что девятка Пентакли Вроде как все ок, смотрите Зона комфорта, ну как ни крути Самодостаточность, самодовольство Удовлетворение Удовлетворенность, да, такая определенная Зона комфорта у вас сейчас Может быть, вы решили жить для себя Уже, наконец-то Решили это уже С чем связано Да, вот Ощущение, что вы прям сосредоточились На себе, смотрите Может, развелись Удачно, да, и что-то там для себя Получили За годы страданий Да, есть ощущение, что вы что-то для себя отвоевали Что-то важное очень Пространство, ресурсы, деньги Свободу Вот, понимаете Вы сейчас, как ветераны В заслуженном отдыхе Я не могу сказать, что у вас сейчас сложности могут быть с ресурсами Потому что, как бы, показывает, что такое, знаете, очень уютное место под солнцем вы сейчас занимаете Да, уютное место под солнцем Даже такое, знаете, развращенное Такая свобода внутренняя, может быть, у вас Что еще происходит в вашей жизни? Ой, смотрите, как Девятка Пентакли, да И Туз Пентакли Пентакли к Пентакли Куда мы тут собираем активность? Пентакли в истории, кстати, по второму варианту Слушайте, здесь еще какие-то вопросы связаны с семьей и у нас У меня четкое ощущение, что вы можете, например, находиться в состоянии развода Разделы имущества, к примеру Или Ну, то есть, вам либо что-то может достаться Либо за это нужно как-то сражаться, воевать И при этом показывает, что вы можете действительно не отдавать отчет своих действий, своих поступков То есть, либо реально как-то больно ранить Либо, может быть, советоваться с адвокатом, чтобы не остаться с носом Понимаете? Вот какая-то такая история Потому что вы почему-то боитесь, что вас могут обмануть в плане накопления финансов Например, если вы разводитесь Дальше еще какой момент Может быть, мужчина вас ранее содержала Теперь вы боитесь, что не получится, чтобы он вас содержал Потому что, ну, опять, какие-то денежные вопросы Но, ну, они связаны с мужчиной Потому что здесь у нас про что-то про содержание нам говорят Может быть, понимаете, это страх идти в новое Потому что есть страх зависимости, ну, финансово И для того, чтобы вам удержать вашу зону комфорта Вам нужно второго партнера продавить, понимаете? А это не получается Смотрите, сейчас у нас получается рыцарь кубков переворачивается И, соответственно, сила перевернутая То есть мы не можем с помощью любовью Манипулировать с тем человеком, который дает нам благо Хорошо, а что при условии, если вообще одинокие И рядом с вами никого нет? Да, будут у меня такие девочки Тут у нас получается разбитое сердце И то ли желание мстить за это разбитое сердце Либо идти в новое Но здесь энергия нестабильная Кстати, проверьте, пожалуйста, еще действительно себя на Ну, какие-то болезни, да, связанные с сердцем, кстати, могут быть От излишеств, от, ну, изношенности организма, наверное, нет Потому что разный возраст Но это имеется в виду, что вы себя не бережете никак Вы прям что-то... Вот кто один у меня, да, прям сильно уходите Вот это состояние аскезы Прям выбираете этот путь страданий для себя Так, что еще? Ну, что обратить внимание на стоящее? Что-то треугольники у нас опять Карта выбора Вы жена или вы не жена? Потому что здесь мне показывают И одну сторону, да, вопросы, и другую Детей хотите Смотрите, здесь Королева Пентаклей И Паш Жезлов Она показывает, как карту Ну, ребенка, да, это как бы детская Но при этом как бы энергии нет В этом все, да, либо нет энергии в материнство Либо здесь какие-то вопросы опять же могут возникать Еще с учительством, еще с воспитанием Может что, плохая мама или что? Ну, опять же, если вы замуж, у вас 100% есть любовник С кем не получается выстраивать отношения? Потому что он реально может вести себя как ребенок Понимаете? Как манипулятор такой, знаете Топнет ножкой Либо если вы одна, там, ребенка в одиночестве воспитывает По второму варианту Показывает, что ребенок достаточно сложный В плане воспитания Опять же, она показывает карту выбора И карта выбора говорит о том, что Либо я предпочитаю себя, но при этом остаюсь в одиночестве Мы боимся одиночества, да Мы реально очень боимся одиночества По второму варианту Либо второй выбор Вторая часть Так, смотрите, девчоночки мои Если я просматриваю ваши отношения с абьюзером То тут, смотрите, какая история Ощущение, что нужно-то все-таки уходить Потому что уже ничего не склеить Сто процентов могу сказать Что уже ничего не склеить Потому что на другой чаши весов Смотрите, у нас девятка кубков перевернутая У нас получается Ну, то есть, один из партнеров реально, видимо, кайфажорит Короче, второму это не нравится Вот И при этом люди друг друга не слышат Да, потому что считают друг друга эгоистами Тут, собственно, по перевернутой звезде Это мало что склеить можно Потому что абсолютно противоположные вселенные То есть, люди, которым крайне сложно найти точку соприкосновения Да, смотрите, как бы они не пытались искать этот баланс Но его нет Так, ну что еще обратить внимание сейчас в настоящем Обратите, пожалуйста, внимание на то, что, может быть, нужно восстановить Так, как раз баланс и справедливости Это и там денежные и так далее Да То есть, вас реально могут обмануть деньгами Если у нас раздел имущества Потому что нам об этом показывают Что вас, может быть, оставят там ни с чем Или как-то так, знаете, подножку Дальше На что следует обратить внимание На происходящее на работе Потому что активно говорят за вашей спиной Если у вас есть работа Потому что мне здесь показывают все-таки энергию Того, что здесь может быть работа Опять какая-то из-под тишковой, понимаете Какие-то из-под тишковой методы Вы знаете, мне показывают, что вы долгое время находились в иллюзиях По поводу того, что, может быть, что-то можно склеить со своими отношениями Или там по поводу своих любовников Которые там якобы должны были вам предложить руку и сердце Но сейчас ваши вот эти розовые очки бьются стеклами внутрь Вот сейчас, на данный момент происходящее Может, поэтому вы еще и раскладываете, смотрите Потому что показывают достаточно такое жесткое состояние кризиса И как вы себя чувствуете в этом кризисе-то? Здесь больше про то, что я не хочу уходить в новое Потому что меня там цепляет старое А в это старое я очень много вложила Потому что здесь крайне сложно будет идти в новое Но при этом, смотрите, сейчас то, что с вами происходит Исключительно такая болезненная любовь Потому что я не знаю, к себе она, к партнеру Но, в общем, здесь люди ранят друг друга При этом достаточно больно Так, ладно, давайте смотреть будущее Еще кручу-верчу колоду Исключительно такая болезненная любовь При этом смотрите, если вы в браке Мне показывают, что все вообще на ваших плечах Смотрите, если надумали на самом деле разводиться Человек будет очень сильно пытаться манипулировать И продавить вас на эмоции Но ему не стоит верить Потому что есть определенные скрытые выгоды Почему он так делает? Ну, это вот при условии, что на кто-то у меня замужем Потому что у меня очень много карт Которые показывают на то, что вы находитесь с кем-то в отношениях Или находились долгое время, например Че там в будущем-то? Че колесницы-то переворачиваются? Почему колесницы переворачиваются? То есть если вы пытались что-то склеить, это уже не склеить никак Здесь все уже, завершение пути, цикла Слушайте, ну этот человек от вас точно не отстанет Потому что показывает паузу При этом, если это касается как-то развода И у вас там есть предпосылки на то, что там любовник Или там мужчина из прошлого Они реально могут возвращаться Понимаете? Потому что вы будете, вероятно, там как-то сигнализировать Что женщина-то свободна Ну какая-то такая очень интересная информация То есть сказать, что вы останетесь одна Нет, потому что здесь прям много Стекается таких товарищей Но при этом раненых, да И вы что, реально будете как карманный психолог, наверное, да Отыгрываться Но я хочу сказать, что Сама по себе ситуация, которая сейчас происходит Она прям, смотрите, по страшному суду Ситуация, которая позволит расставить все точки и другими буквами Такая судьбоносная Что-то у нас, собственно, произойдет тогда В будущем Ну, я так хочу сказать Если, что касается человека, который с вами рядом Вам его, конечно, нужно оставить Но я не могу сказать, что у него будет все хорошо Потому что мне показывает алкогольная зависимость Ну, у всех, конечно, понятно, да Ну да, здесь какие-то манипуляции не Как это сказать? Удадутся, наверное Что там еще у нас? Ну, это хорошая, кстати, карта Это хорошая карта, которая говорит о том, что Аллилуйя, после вот этого всего ада и кошмара, который вы сейчас переживаете Да, все-таки у вас будет восстановлена ваша энергия И, соответственно, здесь у нас камбэк Наша сексуальность, которая здесь задавлена просто напрочь, понимаете? По второму варианту Тут Что это вам принесет? Раскрытие сексуальности Ой, а вы же боитесь, смотрите Вы же что боитесь-то? Боитесь, наверное, остаться окончательно свободной Без всех этих вариантов Кому, говорит, я нужна? Что, смеетесь, что? Вы боитесь, когда свободная, что опуститься во все тяжкие? Вы не пуститесь У вас такой уровень контроля, что не дай бог Кстати, если вы сейчас думаете разводиться или не разводиться У вас ребенок Кстати, партнер может попытаться вас удерживать Ну, слушайте, девочка, я вам сильно не завидую Если реально у вас грядет там развод или разборки там со своим там любовником Потому что здесь тоже такое есть, когда женщина замужем, да Но при этом она смотрит на другого человека совсем подсознательно, да, воспринимает Потому что здесь такие манипуляции Здесь такой театр одного актера Это внутреннее сопротивление, копание, метание А это люди, которые перекладывают свою ответственность на вас Потому что вы привыкли ее брать и тянуть, понимаете? И вы просто 10 раз еще будете пытаться возвращаться И считать, что вы принимаете неправильные решения А с точки зрения высшей сил правильные Что там ждет у нас еще нового? Я так хочу сказать, вы выйдете из состояния кризиса А вот события ближайшего будущего, что вы выйдете из состояния кризиса все-таки Оставите все это позади И тут десятка жезлов у нас переворачивается То есть все ровно то, что вы усложняли А усложняли, знаете, по какой причине? Потому что вы боялись почувствовать свой триумф Вы боялись почувствовать себя победительницей, да? Прям зажимали себя вот так, понимаете? Как-то, понимаете, мышка, которая там копеечку-копеечку в дом тащит несет Это швы мышка Прям почувствуйте себя по-другому, по второму варианту Ух ты! И тут прям, смотрите, просыпается такая хищница Достаточно интересная, мощная Девятка жезлов Вот прям, смотрите, теневая сторона, темная сторона И тут Тут я хочу сказать, что, наверное, вряд ли вы пойдете в новые отношения Именно по той причине, что вам одно и хорошо Тут еще прорыв с деньгами связанный Но для того, чтобы вам там дали новую должность Или там взять как бы новый Такой, как это сказать Новую высоту Вам чуть-чуть, несколько придется Пойти по трупам Но, знаете как, это необходимо Потому что слишком долгое время Вы как-то себя прям вот принижали А тут прям всем нужно дать Ну, понятно, да, что нужно сделать Прочистить, короче, всем трубы Умеренность и отшельник туз Пентакли Это больше про жизнь для себя Да, при этом так В эгоизме, да, в своей теневой стороне Ну, знаете, здесь Опять же, из крайности в крайность Вы нифига себе не ценили по второму варианту Понимаете, я сейчас прям вас как бы на себе замкнет Понимаете, на там какой-то токсичный, эгостичный Но любви к себе замкнет И в принципе это нормально Потому что, ну, вы все это перерастете Понимаете, оно все как бы нормально будет Ну, вам нужно в это поиграть Вам реально нужно в это поиграть Почему? Потому что вам нужно научиться делегировать мужчине Понимаете? Все эти уроки сейчас как бы ведут к тому, что Чтобы вам дали новые отношения И в этих отношениях мужчина наконец-то Блин, вкладывался Понимаете? Тут нужно разрушить себя старую личность Для того, чтобы выстроить новую И вот сейчас это все происходит с вами Вы состояние вот этого жертвы запуганной Да, как бы выходите в состояние самодостаточности По девятке пентакли Так самое интересное А знаете, в чем дело? Что ничего, что по сути не меняется То есть изначально это вы и есть самодостаточные Ну, есть самодостаточные Только каких-то миллион тараканов Понимаете, в голове Потому что у вас, да, у вас есть определенная зона комфорта Вы и деньги можете зарабатывать, да И там семью содержать кто-то И по сути вы возвращаетесь Ну, к себе только без вот этого груза Понимаете? Вы что начинаете осознавать? Что для того, чтобы себя любить Не обязательно Чем-то жертвовать, во-первых Вы сейчас обратите внимание на вот эти вот две карты Которые показывают, что все-таки какая мощная Тут теневая сторона, да То есть смотрите, что происходит И смотрите, эти карты переворачиваются У нас переворачивается карта кризиса Под десятки мечей, да Такое убийство, да Я прекращаю себя убивать Вот она я вся такая роскошная в центре Тут у меня тут какой-то сад с пентаклями Тут какие-то птички Вот это, кстати, еще карта любовницы может быть То есть я же не удивлюсь Если появится мужчина, который даст вам обеспечение При этом, ну, я как-то не могу сказать Что я это осуждаю или не осуждаю Но здесь вот есть такое будущее, да Есть ощущение, что вам это очень давно нужно Но вы это себе не позволяете И саботируете всю эту историю И вот ваша как бы новая личность Она это будет уже позволять Опять же, если вам это надо, да Потому что не надо мне псогневные комментарии Что, а не я порядочная женщина Я не хочу, чтобы мужчина меня обеспечивал Ну, девочки, просто не ваш вариант Я знаю, что будут смотреть те, кому это просто жизненно необходимо Но не потому, что они содержанки-приспособленки Нет А именно по той причине, что у них никогда так в жизни не было Им необходим этот новый опыт Понимаете, что можно по-другому Что можно опираться на мужчину, а не только на себя И это произойдет Прямо в ближайшее время Ну, от вас уже на самом деле зависит, да? Что вы с этим будете делать дальше? Ну, опасайтесь того, что здесь женщина сама по себе Вот у нее желание на самом деле мужчинами управлять, да? Она себе это не разрешает Потому что долгое время сидела в жертве А тут она свои черные крылья распахивает Как-то малефисентом По второму варианту То есть она долгое время прям ждала-ждала, да? Там как-то себя растила И реально как бы вырастила А вырастила в то, чтобы реально прям гнуть пространство Там подчинять мужчин И ей прям нужно кайфануть, понимаете, от этой темной силы Интересно, слушайте, второй вариант получился у меня Для моих любимых самодостаточных Я аж такая вся самодостаточная, да? Я кажется, после такого расклада, да? Нужно пойти там в водички попить или что-нибудь покрепче Потому что опять что-то я встряхнула по второму варианту И вы же поймите, что это событие ближайшего будущего Мы же смотрим ближайшее будущее, да? Которое сформировано вашим настоящим Сейчас кому-то реально прям на карту развода Но смотрите, если я их реально на карту, они во благо вам, понимаете? Потому что они как раз дают вот это ощущение внутренней свободы Принятие себя, понимаете? Наиграетесь вы в эту хорошую девочку Все мы должны 24 на 7 И как бы позволите себе то, чему на самом деле втайне завидовали Когда у других людей это получалось Все, больше намекать не буду по второму варианту Потому что мы все, по сути же, да? Хозяйки и хозяины, хозяева Как правильно, да? Своего пространства Потому что мужчина тоже будет смотреть И я понимаю, что будет сложно читать Но читайте, пожалуйста, зеркально, да? Потому что с мужчинами ровно такая история может быть Мужчина тоже может обретать свободу, да? После развода, после того, как выходит из токсичных отношений Потому что мужчине тоже очень важно ощущение ценности своей Мне тогда кажется, что для мужчин нужно создавать отдельный канал Да? Я их там тоже буду всех прокачивать от пингвиних Ну, шутки шутками как-то С девочками, мне кажется, попроще Девочки воспитуемые Ладно, троечки Наболтала я все, что можно было наболтать По первому и второму варианту Буду переходить к вам непосредственно Мы сейчас посмотрим точкой сборки ваши Где вы сейчас находитесь И, соответственно, события ближайшего будущего Слушайте, как все-таки меняются энергии Как открываются Как мне вот казалось, да? Что все уже изучили со всех сторон Перекопали вдоль и поперек, да? Все там золото выудили из этого песка А все новые и новые, да? Просеиваешь, просеиваешь Все более мелкое сито А там еще золото столько намывать и намывать Работа непочатый край, да? Нарыли мы с вами Золотой прииск Ну что, что-то в настоящем-то Ученики вы мои Названные Не люблю, кстати, когда меня учителем называют Потому что мне кажется, что Сразу я должна ответственность там взять Сразу я, знаете, как мама на сетках Начинаю переживать А мне нельзя так Потому что я не люблю быть учителем Что там наши реперные точки По третьему варианту Давайте финалочку еще Что у нас там происходит И потом мы с вами посмотрим Какие события будущего Будут происходить Можно так сказать События будущего В связи с нашим настоящим В связи с нашим настоящим О чем это для нас с вами Давайте Первая карта Что там высшие силы хотят про нас сказать По тройкам Про нас, про вас, про них Вы, короче, усложняете Очень много усложняете Говорят, высшие силы Ну, это штройки То есть, понимаете Вам, вероятно, нужно опять все вывернуть наизнанку Да, вы очень сильно усложняете Вы сами себе закрываете пространство Да Вы сами там Может быть, вы, конечно, хотите уйти Из вот этого состояния пострадашек Но есть ощущение, что оно вам необходимо для чего-то Да, то есть там осталось Какой-то определенный ресурс Поэтому вам периодически нужно, конечно Все эти пострадашки То пингвинов вспоминать Да, то какие-то грустные песни послушать Может, таким образом рождается творчество Ваше там спрятанное Ну, сама по себе история Как раз говорит о том Что вы что-то пытаетесь, пытаетесь, пытаетесь Да, а вот он и не там Я еще так хочу сказать Вот вы бравируете тем, что вам, например, там сейчас хорошо и замечательно А там же такие кошки скребут вообще в душе А многие, понимаете, просто в душе не скребут Что же у вас тут происходит Что там, говорит, там у нее Да я говорю, в душе не скребут Такой, знаете, внутренний плач Потому что рушатся какие-то определенные планы Надежды Обещания, которые вы дали себе Есть тут такое Да, смотрите, результаты вы не видите То есть у вас был определенный дедлайн На определенные сроки Может, вы ждете возвращения пингвинов Может быть, вы ждете денег Да, там какую-то новую высоту для себя А оно все не происходит и не происходит И вот такое вот ощущение Вот этого внутреннего плача О том, что, вот, знаете Шансы на исполнение желаемого Они очень призрачные сейчас для вас Так, сейчас посмотрю С чем связано это вот это желаемое Что-то тройки вы прям дали мне джазу Как будто, знаете, что-то очень важное для вас не сбывается И вроде, смотрите, вот туда уже можно пройти То есть шансы даются, но при этом там гора определенная Для практиков могу сказать, что, допустим, там Видение могли отрубить А там с мантикой проблемы Да, там мантика шелит Ну, если мы опять же говорим про практика Потому что мне тут показывает, что вам тут реально очень жестко рубят ресурсы Есть ощущение, что он прям разворачивает вас на 180 градусов С чем связан? А вы сами хотите себе эти ресурсы отрубить? Прикольно, да, приехали? Потому что для вас эти все почему-то ресурсы очень энергозатратные И они приносят страдания Действительно, слушайте, ресурсы вроде как дают, да? Чтобы энергии было много А вам большое количество энергии приносит страдания Мы ее не принимаем Слушайте, вот ощущение, блин, как объяснить-то? Короче, смотрите Есть небольшая коробочка Сейчас вам покажу Короче, есть небольшая коробочка Ну, вторую черно-белую башню В качестве спойлера я буду скоро на ней работать И изучать, потому что это школа И вот, смотрите, в эту коробочку влезает ровно одна колода Прям проведем эксперимент Ну, просто вот я вам сейчас покажу И вы все поймете Она же вот эта Короче, не влезает, да? Ну, короче, если я захочу впихнуть Я впихну Но если я захочу впихнуть еще вот сюда То, как бы, логично, что ничего у меня не поместится Так вот, смотрите, вот эта коробочка Это и есть ваше энергетическое пространство Тут даже осталось с трудом влезает Чего вы так сжали себя, скажите мне? Понимаете? Вы же сами себя сжали И, по сути, вам даются так Чтобы еще, еще, еще Должно было сюда поместиться Это, понимаете? Ну, нет, мы вот сами предпочитаем Чтобы даже одна Тут колода, понимаете, не влезла Ну, так, метафорически Вы же сами себя сжимаете И когда я спрашиваю А что сжимаете? Обратите, кто у нас на дне колоды Да? У нас Паша Мечей, который предполагает Что я защищаюсь, да? Я защищаюсь от новой информации Я защищаюсь от пространства Я защищаюсь от того Что мне может дать мир на самом деле И то, что он хочет мне дать Я от этого защищаюсь, да? Я как-то обезьянка Ничего не вижу, ничего не слышу Ничего никому не скажу И вот, если вы находитесь в этих энергиях Да что это вам дает? Это вам дает отток энергии Король жезлов перевернутый Кстати, может быть еще и с мужчинами Это как-то связано Ну, с женщинами, да Потому что вам кажется Когда у вас отток энергии Вас не несет И вы можете достаточно грамотно И здраво судить, понимаете? По шестерке пентаклей То есть вам Вы сами для себя регулируете Сколько вам надо Вам хотят дать больше А вы регулируете Сколько вам надо Скорить, нет, мне это не надо Для меня это излишки Так если излишки То Как вы объясните сознанию Почему у вас не пробивается денежный потолок Почему вы притягиваете Нересурсных мужчин, женщин Как вы это объясните? Если вам изначально дают больше А вы берете меньше Вот его мозг сломает по третьему варианту Мне так уже встряхнуть вас хочется Вы меня прям бесите иногда, если честно Ну, меня как бы все варианты бесят Но сегодня вы Настоящая, да? Пришли, короче Качали, качали себя А потом, значит, решили Ой, нет, мне там страшненько И давай-ка, значит, я схлопнусь А при этом вы же остались в этом раскачанном пространстве Конечно, вы страдаете Потому что вы же не принимаете больше И начинаете себя винить, что со мной что-то не так Вот поэтому мы, собственно, сами себе схлопываем ресурсы Практика, ясно? Объяснила происходящее Почему у вас поток мог схлопнуться Почему у вас сейчас, может быть, клиентов нет Или мы сами себе не разрешаем Вот я сейчас вот ощущение, что многих прям Пространство, конечно, не встряхну Но вот многих я бы прям встряхнула за шкирки Это касается еще и отношений Когда вот так вот вам дают Нормальных вам дают Ну, дайте, пожалуйста, мне вместо одного нормального Пять мудаков Вот мои троечки Вот мои шутовские энергии Понимаете? Приехали Где мой ремень? Вот, собственно, поэтому-то у нас повешенный Вот у нас повешенный-то вылез При этом мы по повешенному урок-то свой никак не проходим А зачем нам его проходить? Потому что если мы его пройдем Мы как бы поймем, что мы же сами несем ответственность за происходящее А мы так не хотим Мы считаем там высшие силы Там плохая карма Магия Там гадкие люди вокруг Да, там магические атаки на меня Все что угодно Но не то, что это мы притянули вообще всю эту ситуацию Мы не хотим по третьему варианту Видеть себя творцами То есть мы прям отказываемся от своей энергии Вот этой шутовской, да Особенно у тех, у кого лучи миссии Вот эта вот вся шутовская история Это БК, да, шуты Высокий лучи миссии Я сейчас хочу сказать, что вы страдаете Потому что вы отворачиваетесь от своих истинных энергий Мне кажется, в этот расклад я поместила все что угодно Да, и послание высших сил И, как это сказать Звездные трендели вам, понимаете Под одно место Так, что повешены там? Что повесились строки? А, ну вы считаете, что да Это нормально, это грамотно Все, да, мы тоже ждем То есть мы сами себе, короче, все закрыли А почему-то нам кажется, что закрыли высшие силы Короче, таки Ну да, по справедливости все Да, значит, так и надо Да, значит, я заслужил А перекрыли сами при этом Сами перекрываем Что, склопнули себя? Почему? По какой причине? Что произошло? Копали-копали, короче, да По семерке пентакли Что-то выкопали, да? О, выкопали какие-то определенные знания Вы к ним пришли При этом пришли вполне закономерно Все, короче И труханули, да? Смотрите, прям с дрейфили здесь То есть смотрите, как вы изначально от них отказались А теперь, когда хотите заново взять Там, собственно, уже как бы дорога-то закрыта Или уже другие люди растащили на сувениры То есть мы испугались того, чего мы выкопали Понимаете? Что-то сильное, видимо, выкопали Ну-ка, что, гримуар, скажи Что вы тут выкопали-то? Источник энергии при этом достаточно мощный И при этом этот источник энергии Ну, как будто, знаете, вот внутрь вас поместили Вы пострадаете от чего сейчас По третьему варианту Из-за того, что вы этими новыми энергиями пользоваться не умеете Они вам не во благо Вы не знаете, что с ними делать Поэтому сливайте их Да, смотрите Волшебник-недоучка-самоучка Слушайте, ресурсы дали, да А не научили пользоваться Что тут у нас еще? Ну, это не обязательно Это же касается практиков Я же метафорически говорю Это же касается денег, работы, отношений, людей, детей Как вы воспитываете, например, да То есть, опять же, похоже на первый вариант Аллилуйя, приехали Только там у нас было про установки негативные А здесь у нас именно про то, что мы сами схлопываем себе ресурс Да, вот они, смотрите, страхи у нас обостряются Не хотим там идти, да, в проработку своей луны Потому что мы что боимся там залипнуть Шикарный синхрон Ну, смотрите, здесь перевернутая луна В гримуаре у меня перевернутая луна Ну, я понимаю, короче, о чем-то Это же наше любимое, да Почему по третьему варианту попадаются мудаки? Почему? Как думаете? Потому что всю нашу глубину мы пытаемся увидеть в другом человеке А ее там нет А это нормально все, понимаете? То есть нам эти люди нужны для того, чтобы мы в них разочаровались И в том числе разочаровались в себе И когда мы разочаровались в себе Мы начинаем понимать, что мы достойны же большего, да И мы начинаем делать что-то, чтобы это большее принимать в свою жизнь Блин, я себе реально сейчас какой-то политического лидера напоминаю Так вещаю вам, да, прямо Пробивая экраны, мне кажется, энергетикой А вот когда я вас спрашиваю, а что вообще, да Что вы тут тормозите-то вообще Почему не берете, говорю, а мне энергии не хватает Так это же замкнутый круг, смотрите Это замкнутый круг То есть вам же изначально дается энергия, да А поскольку как бы мы ее принимаем вот так вот, но совсем чуть-чуть И естественно вы говорите, что вам не хватает энергии Расширяться-то мы же не хотим Мы же боимся расширяться Давайте так, что вам нужно сделать, чтобы вы не боялись расширяться Настоящий То есть что требует будущее Понимаете, здесь по сути в настоящем можно проработать все настолько хорошо Чтобы какой-то глобальной жопушке в будущем не случилось Если, конечно, незакономерно там, да Не касается, например, ухода близких, которые должны в определенный срок быть Это не об этом, да Это именно про то, чтобы вы просто вот те же самые уроки не притягивали А вы их притягиваете, у вас повешенный, понимаете, перевернулся уже несколько раз При этом свои функции повешенные он не выполняет для вас никак Ой, я вам тут звезделей, да, насыпала по тройкам Посмотрите, это же вы вообще, вот по пятерке жезлов, вот комок противоречия Вы сами себя боитесь Это, смотрите, такая змея, она такая двусторонняя То есть у нее как бы жопы же нет Понимаете, ее же не существует Это от вас зависит, что это будет, голова, понимаете, там Ресурсы определенные Связанные там с выходом из сложности Или, соответственно, жопа А ее тут нет У змеи-то, смотрите Какая уникальная змея Нет у нее ее опыта Потому что вы сами себе являетесь источником энергии, источников ресурсов Но все внутри есть Все силы, все ресурсы Энергия там, я не знаю, возможности менять пространство Все внутри есть То есть вам этого хватает Но вы почему-то считаете, что полученных вами знаний не хватает на то, чтобы менять свое настоящее Менять свое будущее А у вас их дофига Ну, просто те инструменты, вы их не используете Их просто копите Что еще у нас происходит там настоящее Тут, видимо, высшие силы-то совсем уже психанули на эту тему Потому что изначально-то у вас достаточно какая-то сильная, высокая миссия Но мы ее не берем, потому что мы считаем, что либо мы недостойны Либо от нас боги отвернулись Или, да, у меня не получается там родить ребенка Или не получается там выстроить бизнес, отношения Мы сами решили, что у нас не получается И нам так удобно Ну, а что? Как это сказать? Типа, с дурака какой спрос, да? То есть, когда мы сами себе принижаем свои способности, возможности, да? С дурака какой спрос, да? Оставьте меня еще в покое Я тут тени постою Вот, я поверю, я повешенный, да? Все, я вешу Отвалите от меня Все, пусть меня ветерок колышет в разные стороны А я, значит, вешу Ну и что тут высшие силы-то? Сейчас как звезданот вас с мечом по башке Высшие силы здесь начинают что делать? То есть, вот так вот дано Берем вот так вот Что у нас происходит? Конечно, если мы вот эту часть не берем А она рубит ресурсы И нам об этом как раз говорят о том, что У нас отток, да, такой происходит энергии Не умение управлять энергией При этом почему-то девочкам бьют по-женски Скажу сразу Девочкам прям бьют по-женски Это гормональные сбои Это потеря красивой внешности может быть Да, там ухудшение здоровья Ухудшение качества интимной жизни Это все, что связано с этим пингвинарием неясным Это все от высшей силы прилетает Из-за неумения пользоваться благами и дарами Это же тоже, знаете, гордыня определенная Не принимать блага и дара Дары, простите То есть, вы высшим силам говорите А что, мне ничего не надо У меня ощущение, что может быть вы даже Как-то перестали загадывать желание Перестали как-то мечтать Потому что здесь прям уровень хотелок Существенно снижен А хотелки это нормально Это просто говорит о том, что у нас есть новые Получаются цели, да У нас есть намерения на что Это же не обязательно про материю Если у вас все есть Это у меня есть прекрасная женщина в комментариях Я прям тащусь, когда она пишет комментарии На основном, на основном канале И у нее есть определенный претензий К высшей силам Она говорит о том, что вы мне такие даете Вот Понятно, что Но она прям очень классная, прокаченная Вообще Я постоянно ловлю инсайты, когда читаю сообщения Но мне очень хочется сказать Да не высшие силы, что тебе не дают Это же ты не берешь Как это сказать Не дают, как нам кажется Именно по той причине, что мы не хотим взять Мы же не хотим другое Мы не видим это другое У нас есть определенный опыт Да, мы варимся в этих негативных установках А как мы хотим вообще что-то другое В свою жизнь привлечь И мы себя наказываем Понимаете Мы себя заключаем добровольно В состоянии аскезы Потому что нам кажется Что мы действительно можем причинять себе вред Когда мы идем в любого типа партнерства Понимаете Любые отношения Любые коммуникации Это от нас почему-то причинение вреда людям Мы себя считаем небезопасными В общении с другими людьми Поэтому будем конечно ограничивать свой круг Я объясню почему Потому что действительно Когда у нас мало энергии Почему мы считаем себя небезопасными По отношению к другим людям Простите Потому что мы их энергетически поджираем Мы это знаем А поскольку это нехорошо Это проявление теневой стороны Конечно мы же будем всю эту историю закрывать Хорошо Ну понятно Тут как бы высшие силы А нам говорят о том Что мы тут Неправильно себя ведем Так и что Ближайшие события будущего По тройкам Ой слушайте А по тройкам Я же себе тут частично Это звезды вообще вставила Хотя я думаю Что я прям по всем трем вариантам Где ты себя даже увидела Потому что такой мощный поток опять Огромное спасибо Конечно мне хочется сказать Высшим силам За то качество информации Которое они нам позволяют Прочитать сейчас Увидеть для себя Я не знаю как вы Но я очень благодарна Потому что я чувствую Как это мощно И самое кайфовое Что нам открывают Вот эти прекрасные возможности Как в настоящем Влиять на себя Влиять на пространство Чтобы в будущем Избежать определенных эксцессов Потому что Какие-то негативные события Они могут не случиться Если мы в настоящем Поймем причину Следственную связь В настоящем Сейчас с вами происходит Не то Чего бы вам хотелось Вот если резюмировать Настоящим Не то Чего бы вам хотелось То что сейчас с вами происходит С одной стороны Может быть конечно Есть ощущение дзена Но больше конечно Доставляет страдания Итак Что там вообще Дальше Слушайте Вот о чем здесь Нужно подумать О том что Тут действительно Придется как-то Расширяться Но опять же Расширение Оно разными способами Кому-то медитация Помогает Кому-то помогает Работать с телом Потому что Если в теле Большое количество Зажимов и блоков То энергия Опять же Перестает Как это сказать Поступать Если вы живете В состоянии аскезы Вам по сути Для себя Ничего не нужно В материальном мире То вряд ли вам Будут приходить Материальные ресурсы Поймите Если вы сливаете Энергию Энергия не будет Приходить Сливаете Как бы деньги Нет там Ценности Или слишком уж Вы помещаете В эти деньги Какие-то Сакральные моменты И серии Что там Зло там Деньги Или от дьявола Или там Легкие деньги Там они Плохие Ну короче У все же свои тараканы То что будет происходить Мы будем вытеснять Весь этот негатив Из своего пространства Поэтому вы вытесните Любовь Деньги Здоровье И так далее И то есть Опять Обретете Свою определенную Зону комфорта Сейчас еще Объясню Происходящее Вот что такое Зона комфорта Может быть Она конечно И зона дискомфорта Я вот Про себя знаю Что сейчас У меня Некомфортный Мой вес Я вот такая Всегда была Просто как палка Но я четко Понимаю Что мне сейчас Так комфортно Потому что За счет Моего внешнего Расширения У меня происходит Расширение пространства И приятие информации И вот когда Сегодня мы общались С тренером Я словила Инсайд Она говорит Что зачем Ты так себе Насилуешь И стремишься Похудеть И вернуть Свой XS размер Если тебе Сейчас комфортно Так вот По третьему Варианту Я хочу сказать Что какая бы Ситуация Сейчас с вами Не происходила Вам реально Сейчас комфортно И вы Эту зону комфорта Удерживаете И вот Самое главное Здесь убрать Вот эту сцепку А вот эта сцепка Эмоциональная Как раз Говорит о том Что Вы Для себя Вы себя Слишком ограничили Ну Понятно Что человек Это существо Такое Несовершенное Себя ограничивает В пределах Своего тела Я прям советую Этот расклад Переслушать Несколько раз Потому что Я понимаю Что может быть Я говорю Не совсем Сейчас для вас Понятные вещи Но я вам Обещаю Что они Распакуются Для вас У меня Потому что Есть четкое Намерение Чтобы эта Информация Для вас Распаковалась Я считаю Очень важной И опять же Несколько раз Уже поблагодарила Высшие силы За то Что нам дают Такие Достаточно Высокие уровни И вот Обратите внимание Что настоящее Говорит о том Что вы говорите Мне достаточно Мне достаточно А дают Вот так То есть Вы вышли На самом деле Вот этот уровень Сознания И Я не знаю А качество Своей жизни И дают Вот так Но вы Вот так Не берете Потому что Может Недостойный Может Опять же Энергетическое Пространство Тело Не пропускает Тело Не пропускает Количество денег Тело Не пропускает Количество энергии На уровне Тела Вы не можете Притянуть Достойного мужика Почему Потому что Там масса блоков Там масса Просто заблокированной Боли И вы эту боль Будете На обычного Нормального Достойного мужика Конечно же все это, ну, то есть вы его будете своей болью уничтожать. И поэтому вы будете притягивать мудаков, потому что мудаков как бы уничтожать не жалко. Понимаете? Ну, не жалко их, чего они там? Биомасса. Вот к чему приведет вот эта вся история в настоящем, да, если ее не проработать? Она как раз приведет к тому, что ресурсы это схлопнутся. Смотрите, здесь тройка жезлов переворачивается, здесь уже нет перспектив. Либо вам придется искать абсолютно новое направление, либо, опять же, перестраиваться под пространство. И что мы начинаем делать, да, для того, чтобы хотя бы как-то шевелиться? Ну, подзажрались мы, кстати, по третьему варианту, могу сказать. Ну, многие, да, не все, конечно же, потому что кто-то скажет, да нет же, я же там столько работаю над собой. Ну, это классно, что вы работаете над собой. Результат в чем? То есть, если вы работаете над собой, но почему-то на одни и те же грабли продолжаете наступать, наверное, качество вашей работы оставляет желать лучшего, да? Значит, не нужно просто упорно разбивать головой стену, там, дверь или что вы там разбиваете, разворачиваться на 180 градусов, пробовать другие инструменты. Благо, по тройкам просто миллион инструментов есть у вас. Такое ощущение, что вы заходите в библиотеку и выбираете, понимаете? Чем пользоваться? Дают? Берите, делайте. Дают? Идите. Сами себе дайте уже, наконец. Можно изначально звездюлей, потом все остальное. Слушайте, для практиков очень интересная информация, но тут дают достаточно мощную распаковку на будущее и, скорее всего, это еще общение с, ну, потусторонним, потому что здесь-то все-таки в гримуаре-то мне показывают по тройке мечей, что мы сами на самом деле себя ограничиваем, а с нами очень активно выходят на контакт. При этом могут выходить на контакт духи предков, к примеру, да, или мы можем работать с теневым миром, да, с вот этими теневыми аспектами, тонким планом, астралом, имею в виду. Вот, и если сейчас не взять эту высоту, как бы, да, для практиков, хочу сказать, да, если мы, как бы, игнорируем вот эту всю историю, дальше нам не получится развиваться в этом направлении. Сто процентов, могу сказать. Дальше, о чем еще хочу сказать. Вот вы сейчас опираетесь на тот опыт, который есть у вас, и на советы людей. Вот показывает, что вы действительно прислушиваетесь к мнению людей. Это вот что-то из серии, я сейчас скажу там. Мам, мне нужно уходить там на новую работу. Не, не надо там, потому что ты же пойми, какая ситуация в стране, да тебя обманут, да, еще там какая-то, понимаете. Здесь мама диктует, что нам делать. И если у нас вот не произошла грамотная сепарация, конечно же, мы будем встречать мужчин, которые также будут зависеть от чужого мнения. Понимаете? Хотя со стороны будет казаться свои обстоятельства, и потом вы будете говорить о сопляжуй. Так, если это непринятое внутреннее сопляжуйство, конечно, нам будут встречаться все эти робкие пингвины и усатые олени. Понимаете? Вот тут вот по третьему варианту надо бы это все уже понять давно. Надо бы это понять, что вы сами себе связываете руки, потому что слушайте чужие советы. А в итоге чужие советы приводят к разбитому сердцу. Ну, мои советы тоже можно не слушать, я же не убежусь по третьему варианту. Смотрите сами, то есть вам говорят, будьте хозяином своей жизни, наконец-то уже откройте глаза и будьте хозяином своей жизни. Защищайте свои личные границы. Защищайте свои личные границы. Дальше что? Знаете, что вообще удивительный какой момент? По всем трем вариантам, и, наверное, я могу сказать, что это определенные грегоры сегодняшних раскладов, может быть, энергия канала, когда нам по всем трем вариантам показывает, что у нас масса не своих желаний. И логично, что эти желания не сбываются. Потому что по всем трем вариантам на будущее мне падает перевернутая шестерка жезлов в разных колодах. понимаете? Это как раз говорит о том, что если вы выстраивали планы, которые, по сути же, вам не нужны, они не сбудутся, и это нормально. Потому что это даст вам возможность обратить внимание на себя, понять, что я хочу на самом деле. вы тут будете действовать. Смотрите, вы здесь будете очень активно действовать по рыцарю мечей. Может быть, отстаивать свои границы, отстаивать свою территорию. А вы в любом случае будете выходить из своей зоны комфорта. А как вы хотели? Вы как хотели расширить пространство, получать благо мира, и при этом ничего не делать? Ну, так не бывает. Смотрите, рыцарь мечей на будущее падает шестерка. Мечей, вы будете принимать очень важное решение. Очень важное решение, которое будет вас очень сильно выбивать из колеи. Может быть, это касается отношений, это касается бизнес-проектов, это касается друзей. То есть здесь прям придется принимать решение, от которого зависит будущее ваше. Будьте активны, прям защищать свои территории. будете учиться защите, кстати. У всех по-разному, да? У кого-то юридическое, у кого-то магическое. Но я так хочу сказать, что произойдет важного, да, в вашем будущем. Вы все-таки научитесь доверять, при этом научитесь доверять миру. Здесь мне показывают, что вы обретаете своих единомышленников, опять же, смотрите, по тройке чаш, да? То есть вы находите человека, там, своего учителя, да, который дает вам обретение единомышленников. Это обучение, кстати, еще может быть. Понимаете? При этом групповое такое обучение, которое будет, опять же, разворачивать вас в сторону вашего предназначения, в сторону вашего направления. Для кого-то это реально будет проигрываться, как магическая школа. Не зря, что мне тут показывают теневые-то, тени-то. По страшному суду все оно так и должно произойти. Но, а смотрите, поскольку у нас есть сила намерения по третьим вариантам, вы же поймите, что если вы какой-то негатив сейчас для себя программируете в настоящем, 99,9% что-то сбудется, понимаете, в будущем. То есть вы же сами вообще программируете многое в своей жизни. Вы реально тут программируете. Знаете, что программируете? Предательство от близких людей программируете. Может быть, измену, может быть, еще какую историю. Вот есть вот это ощущение тревоги внутренней, да, и есть ощущение, что эта тревога, она, к сожалению, может сбыться. Но это от вас зависит, сбудется или нет. Так, что там у нас еще? Ну, аллилуйя, да, соответственно, нам показывают перевернутые наконец-то, да, пятерку пентаклей. Это говорит о том, что все-таки вы найдете свое место под солнцем уже окончательно, бесповоротно. Выйдете-то все-таки на свое предназначение. Ну, я так понимаю, что оно не одно. Но есть ощущение, что вам придется уйти от очень многих людей, которые сейчас вот в вашей жизни находятся. такой, знаете, путь обретения себя, но при этом никого и рядом я не вижу. Да, тут такое, знаете, одиночество, которое необходимо, смотрите. Здесь одиночество, которое необходимо. Такая, знаете, заморозка чувств, потому что грядет потеря какого-то очень важного для вас партнерства. важное партнерство, важное, ну, знаете, это еще с точки зрения почему-то опять для практиков проигрывается. Если, например, вы в команде работали, ну, не факт, что тот человек, то есть вы идете дальше, получается, а он остается на том же самом месте. Совместные планы какие-то рушатся у вас опять же. Что еще в ближайшем будущем происходит? Какие-то безумные поступки. При этом эти безумные поступки хаотичные, но они необходимы. Они необходимы, потому что они дают вам раскрытие анахаты. Я же не удивлюсь, если опять будет какая-то история по дураку там с каким-нибудь любовником, при этом вы, например, находитесь в браке. Потому что показывает, что это абсолютно безумный, ненужный, но при этом они приносят вам ощущение кайфа, они раскрывают ваши границы, они вас реально расширяют. То есть я поняла, в принципе, почему схлопывается ресурс, у вас анахата закрыта. Она там как-то открывается, что-то еще, да, ну, под вопросом. И, соответственно, анахата закрыта, и у нас тоже такое, знаете, пространство-то внутри. Любви-то опять же, катастрофически не хватает по тройкам. Будет как раз примирение абсолютно вот разных энергий, понимаете, внутри вас. Скорее всего, еще примирение теневой стороны. Я хочу сказать, что вы договоритесь. Вы договоритесь, вы на самом деле выходите в плюс. При этом чувствуете себя как бровно и хорошо достаточно. Нет, тут все хорошо. Тут хорошо. Тут можно, смотрите, избежать как раз всех этих разрушений, если, опять же, договориться со своими энергиями. Потому что иначе будет прям мощнейший кризис. Знаете, прям какой-то личный ваш зомби-апокалипсис грядет. Потому что это, знаете, такой очищающий шторм, который все наносное, понимаете, с вас должен смыть. Ну, смотрите, что в будущем. Тут... Ощущение, что, смотрите, меняется одна власть. Как это сказать? Смена власти, да? Смотрите, здесь у нас император привернутый. И здесь как бы нам показывает, что все, это финал, там, завершение, да. Тот человек, которого вы там считали очень важным в своей жизни, он там куда-то уходит. Вот, но при этом, смотрите, через терник звездам тут приходит следующее. Я, опять же, вас в отшельниках не вижу. Уж кто тут придет, я не знаю. Но, смотрите, здесь два императора. При этом с этим императором нам показывают достаточно нежные чувства. Потому что здесь десятка кубков. Через сопротивление определенное по семерке жезлов мы все-таки выходим к своему истинному мужчине. Смотрите, здесь прям любовь и у кого-то тоже беременность. Да, смотрите, мы здесь нашли свое. Не, мне нравится финал, короче. Все-таки здесь начинает как-то раскрываться анахата. Давайте на финал еще солнце вам вытащу. Это говорит о том, что, смотрите, конечно, какая-то дверь для вас закрывается. Но какая-то дверь открывается, и она при этом приносит вам намного больше, чем вот эта закрытая дверь, где вы еще уже ресурсов никаких-то нет. Понимаете, вы там исчерпали все, что можно было. И при этом продолжали находиться, а надо было прям расти, расширяться, да, идти в новое. Ну, благо показывает, что вы тут проскочите этот прекрасный момент. Все-таки однажды приснетесь знаменитыми или знаменитые, смотря, кто меня смотрит. Ну, это в кавычках я говорю, да, однажды я проснулся знаменитым. Это говорит о том, что вы все-таки преодолеете это сложности свои. Вот. А если не поймете происходящее сейчас в настоящем, вас прям очень жестко нахлобучит, и я должна вам об этом сказать. Потому что здесь, да, здесь там, знаете, обесценивание достижений, да, такое прям ощущение внутреннего кризиса, потому что вы просто поймете, что вы жили не своей жизнью, вы хотели не то, что на самом деле хотели. Может быть, жили с человеком, с кем не хотели на самом деле жить и смирились. Ну, короче, вот какая-то такая история. И при этом благо мне показывает, что вас как раз выводит на ваше истинное предназначение, и самое главное, что на вашего истинного, настоящего кармического партнера. Потому что здесь партнер кармический абсолютно для вас. Хорошая энергия, мне нравится. Шестерка. Пентакли, да, Солнце, Император, девятка Пентакли. Тут все хорошо очень. То есть вы, по сути, выбираете партнера, и вам дают партнера, который по праву, понимаете, который по уровню вашего развития. Господи, аллилуйя, тройки, неужели вы себе это разрешите наконец-то уже? Все. Все, что хотела, сказала. Всем звезд на погоны раздала. Все, на этом буду прощаться с вами. Нейроведьма удаляется на заслуженный отдых. До следующего расклада. Субтитры создавал DimaTorzok